Тема видеоролика ответ на вопрос Почему я пустые магазины с сушью под мёд ставлю не под магазины с мёдом, а сверху всегда? В своей практике перепробовал я всевозможные тоже варианты и подобрал ту технологию, которая больше всех мне подходит для работы на пасеке Была возможность сравнивать разные варианты постановки, поскольку у нас на пасеке в основном тоже пчеловоды Когда я приехал, магазины или корпуса под мёд новые ставили всегда в разрез под мёд, то есть на гнездо под мёд Ну и я тоже так же начинал делать, ну и потом заметил ряд неудобств, стал пробовать другие варианты и в дальнейшем пришёл к другой технологии Итак, особенности постановки магазинов Пчеловод приехал на пасеку и видит, что магазин или верхний корпус у него с мёдом, надо подставить ещё один корпус или магазин Что будет, если пчеловод поставит на гнездо этот корпус, то есть под имеющийся уже корпус с мёдом в разрез Для пчёл это, естественно, будет стресс, пчёлы не любят пустого пространства рядом с расплодными рамками И происходит, стараясь всячески эти пустые соты занять То есть варианта у пчёл 2 или подняться матки и засеять эти рамки, чтобы в рамках появился расплод Или же залить мёдом То есть теоретически, конечно, подставление снизу под медовые корпуса пустых магазинов или корпусов Оно должно стимулировать пчёл к более активному приносу мёда Но это будет хорошо работать, если только идёт сильный взяток То есть если взяток сильный работает, то пчёлы начинают усиленно приносить туда нектар Но что отрицательное, они практически сразу же прекращают доработку мёда, который приносили ранее и которые были перенесены наверх Вот эти рамки с мёдом Корпус медовый, который теперь будет стоять самый верхний Они уже в первую очередь начинают работать именно в подставленном на гнездо корпусе И, естественно, запечатание медовых рамок в этом поставленном самом верхнем корпусе с уже принесённым мёдом Если мёд до этого был не запечатан, он замедляется То есть если мне нужно, чтобы быстрее мёд был запечатан, то мне предпочтительнее, чтобы мёд стоял внизу А корпус с пустыми рамками я поставил наверх Тогда они в первую очередь запечатывают нижний корпус И после этого уже начинают работать в подставленной сверху корпусе Вот, это первый фактор Второй фактор Допустим, у меня в среднем 4, 5, 6 магазинов, бывает, стоят на пасеке И чтобы поставить вот этот вот рамку с пустыми рамками, корпус с пустыми рамками или магазин Мне с каждой семьи надо первоначально снимать все эти корпуса То есть мне надо сначала корпуса с мёдом снять, поставить пустой и потом вернуть всё назад То есть работы очень много Если учитывать, что все магазины или корпуса полны мёдом Вот, теперь что касается преимущества данного метода Сравнивая на пасеке подстановку сверху и подстановку в разрез Особого преимущества я не заметил по мёду Да, вот, создаётся впечатление, что пчёлы сразу начинают более активно мёд носить Но на выходе мёда практически одинаковое количество получается Вот Я у одного пчеловода посмотрел, он вот всё время ставил в разрез Мёд начали качать, а у него разбросан этот мёд по всем рамкам Ни одного полного магазина То есть, хорошо, когда рамок много, да? То есть тут половина рамки, тут половина рамки, тут половина рамки Ни один магазин до конца был недоработан То есть, как только ставился вниз магазин очередной Пчёлы бросали работать в верхних магазинах И начинали опять в нижнем работать Вот Это вот надо учитывать То есть, принцип у меня какой? Принцип простой Приезжаю я, допустим, на точок, где у меня 60-70 семей стоят Приезжаю я на день Вот, приезжаю ближе к обеду Значит, подхожу к улью В каждом улье у меня сверху недоставлена одна рамка Я просто подхожу От, значит, отгибаю холстик Холстик отогнул и смотрю В пустом промежутке пчёлы есть Мёд уже готов Если мёда много, там, допустим, или уже побелка видна Или видно, что в верхнем корпусе есть мёд Я могу даже два магазина сверху ставить То есть, просто я сверху хожу и сверху ставлю Здесь поставил, здесь поставил, здесь рано Здесь поставил Всё, я прошёл, по-быстрому всё это Закрыл и уехал То есть, я практически пчёл не тревожу, не беспокою Вот, потому что, если надо Так тщательно с каждым ульём работать То Это надо не на день приезжать Это надо 3-4 дня там работать, сидеть С пчёлами То есть, вот данную технологию я подобрал Именно под свою методику работы Мне так удобнее Вот Единственное, чего Если я вижу, допустим, взяток хороший Мне надо немножко, как бы, простимулировать, да Верхний корпус, в самом верхнем Я половину рамок могу вытащить То есть, я ставлю в перемешку В самом верхнем корпусе, который у меня стоял Вытаскиваю, у меня 8 рамок в корпусе Утолщённых Значит, 4 вытащил Вместо них 4 суши Не ващины, а суши В разрез с мёдом Желательно ставить только сушь, не ващину Ващину надо ставить в отдельном корпусе Вот, то есть, ставлю медовую рамку Рамка суши Медовую рамку, рамка суши Медовую рамку, рамка суши И ставлю новый магазин И там также в перемешку Вот время есть, есть, делаю так Очень хорошо Эти, значит, нижние дорабатывают Вот это вот, рамки суши В разрез с медовыми Стимулируют лучше работать на мёд Вот, вот такой вот вариант Мне нравятся работы Вот, ещё что нужно знать Нужно знать, что Если, допустим, взяток слабый Оборвётся И пчеловод ставит в разрез Новый корпус с сушью То туда может зайти матка Может зайти матка И всё это засеять Увеличится количество расплода Когда он не нужен Естественно, на выходе мёда будет меньше Вот этот вот медовый магазин И снизу на гнезде Они как бы барьером Существуют Как бы из себя представляет барьер медовый Через который матка уже На рамке суши вверх не идёт Вот Можно, конечно, решётку использовать Но я решётку практически не пользуюсь Считаю, что через решётку Мёд пчёлы хуже носят И поэтому я стараюсь поджимать Именно медовыми рамками То есть у меня Всегда, когда я перевожу Уже матка поменена на молодую В гнезде там делать нечего И я только контролирую Наполнение мёдом Как только в верхнем магазине Я вижу, что Мёда достаточно Я сверху быстро накидываю Дополнительные магазины И на этом Вся работа С семьями заканчивается Ну вот кратенько Я так рассказал По своей методике Как я подставляю магазин Ну и какой вывод В итоге можно сделать Вывод такой Что пчеловоду надо самому Под свои условия Попробовать разные варианты И определиться То есть попробовать и так И так И уже в зависимости От результатов Выбрать какой Больше Метод Расширения И подстановки Новых корпусов Под мёд Ему подойдёт В Под его условия Мне вот под мои условия Лучше подходит методика Постановки Именно Магазинов Сверху